Мы рады вас приветствовать на нашем канале и сегодня хоть еще у нас идет дождик, зеленая трава еще местами есть, есть правда желтая листва, уже отпадывается, солнышка нет, снега нет, но мы готовимся к сезону, когда начнется снег и готовы вам представить новинку этого сезона Ирбис Динго Т200. Встречаем! Продолжение следует... Динго Т200. Это снегоход, который разработан в России, собран в России, производится тоже в России, сконструирован, самое главное, тоже в России. Посмотрите, какая тут интересная лапка сделана на лазерной резочке. Вся подножечка сделана тоже так же красиво и интересно. Давайте начнем с самого начала. Начнем, как всегда, будем писать от печки. От печки у нас, соответственно, является двигатель, который здесь стоит. Это 180 кубических сантиметров двигатель, хоть и модель называется 200. Соответственно, он идет у нас с воздушным охлаждением, но есть также радиатор масляный, который охлаждает масло. Здесь установлен такой масляный фильтр, то есть все как у взрослых моделей, все красиво, все по чистоте. Есть ручной стартер, также есть электростартер на данном экземпляре. Здесь у нас стоит, соответственно, баночка выхлопной системы. Полностью переделанная, получается, подвеска передняя у него. Длина лыжи, получается, у нас 1020 миллиметров, ширина лыжи 145 миллиметров. Лыжи у нас быстросъем, можно, в принципе, снять без проблем, чтобы уменьшить длину, получается, данного снегохода. Разберзанного данного снегохода мы уже померили. Он составляет, соответственно, длина 2,5 метра, 2500 миллиметров. Ширина 1,40 метра, но я так понимаю, чтобы вы понимали правильно, это по лыжам. Вот эта ширина у него. Высота данного снегохода по рулю 1080 миллиметров. Высота по седлу мы также померили 715 миллиметров. Объем топливного бака здесь 7 литров. Многие скажут, что он небольшой, но для большинства целей и задач данного топливного бака хватает. Максимальную скорость мы не мерили, но будем верить производителю, она составляет около 50 километров в час. Коробка переключения передач здесь вариатор с нейтралью и реверсом, то есть задним ходом получается, да. Цепь установлена, сейчас мы вам покажем. И у нас здесь стоят, своя гусеница стоит, длина гусеницы 26,26 миллиметров, 2626 миллиметров. Высота вот этого грунта зацепа мы тоже померили 23 миллиметра. То есть здесь гусеница композит стоит, курская, но она специальная для данного снегохода. Здесь также получается, если мы вот сюда посмотрим внимательно, переделанная, то есть в прошлом модели были другие немножко подвески. Здесь уже новая подвеска, принципиально новая катково-слизовая подвеска с двумя амортизаторами. Два амортизатора стоит. Также отличная проходимость данного снегохода, то есть хода у него хорошая. И вот вы видите, здесь алюминиевые склизы стоят. То есть не пластиковые, не какие-то, а именно алюминиевые, которые позволяют, соответственно, дольше ходить и имеют больше ресурсов. Натяжка осуществляется сзади у нас. Так, ну, кратенько мы пробежались по технической части. Давайте еще здесь остановимся вот на гидравлическом ручном тормозе, скажем так, да. Тут стоит, соответственно, усиленная 530-я цепь. Снимать, соответственно, мы кожух не будем смотреть. В принципе, вернем на слово. Здесь, соответственно, маслозаливная горловина находится. Вот, собственно, ручка, про которую я вам говорил, которая переключает режимы нейтраль, передняя передача, задняя передача. Поднимаемся выше. Здесь мы видим многофункциональный дисплей, то есть который показывает скорость, обороты и различные там показания пробега и все остальное, да. То есть также включенный индикатор задней передней передачи, ну и включенный индикатор фары. Топливный бак. Есть вот, соответственно, такая у нас получается зарядка, то есть можно тоже переключать ее режимы. Вот такие вот влагозащищенные замок зажигания. Если мы посмотрим по органам управления, что из особенностей можно отметить? Это ручки с подогревом. То есть даже в зимнее какое-то время вам будет, в принципе, удобно ехать, будет тепло. Есть чека, которая глушит двигатель, то есть вы привязываетесь к себе. Если вы, соответственно, упали, не дабы, спрыгнули снегохода, а он глохнет. Слева расположен многофункциональный пульт управления. Значит, здесь есть кнопка запуска с электростартера, переключатель режимов, фара и кнопка старт-стоп, ну, глушение двигателя, скажем так. Сюда также ставится удобное стекло-обтекатель, благодаря которому, соответственно, вы убираете от себя лишнюю снежную и ветровую нагрузку, что облегчает передвижение в зимнее время. И вот такой вот текательный уровень топлива, судя по всему. Также у нас стоит фара ближнего и дальнего света с обычной галогеновой лампочкой. Очень удобно и практично. Вот такие вот пыльнички стоят на амортизаторы. Ну, соответственно, чтобы снежная и грязь попадала меньше, я бы меньше умирал. Я бы рекомендовал вот так вот их все-таки скрепить на какие-то хомутики, либо резиночки, чтобы, соответственно, они вот так вот не болтались. Подвеска полностью себя регулируется. То есть, в принципе, элементы себя сделаны довольно качественно, хоть и с китайских комплектующих. Это, в принципе, все ходит. Проблем с этим никаких нет. Давайте теперь вернемся к средней части данного снегохода. У нас есть вот такое удобное двухместное очень мягкое седло. Оно сырое. Чуть попозже мы на него сядем. Под седлом у нас полагается вот такой вот рундук. Сюда, соответственно, можно сложить какие-то ваши вещи. Здесь же установлен аккумулятор, соответственно, чтобы меньше он загрязнялся, меньше у него попадало различной грязи, снега и всего остального. На буре у нас даже есть вот такая вот отверточка крестовая. И вот такой вот ключ-свечник, наверное, и плюс просто ключ можно использовать 10х13. То есть, вот даже комплект поставки в упаковочном листе идет. Здесь мы также видим демпферную муфту. То есть, раньше здесь был промвал, теперь заменен здесь на демпферную муфту. Соответственно, будет меньше ударных нагрузок. Она будет более мягче работать, скажем так. Это более, доставляет более плавность, хода добавляет. Что-либо такое, то есть нет каких-то ударных нагрузок. То есть, он смягчать будет, эта муфта будет смягчать. Также, что еще можно сказать. Рама сделана из трубы 22, наверное, скорее всего. То есть, довольно крепкая, прочная. Соответственно, все это проживет долго. Также, багажник, вот этот рундук, так скажем, обделан металлом, металлическим листом. Что, в принципе, тоже интересно. Здесь тоже все металл. То есть, все надежно стоит, будет жить. Вот сюда от прикурителя вынесен предохранитель. То есть, сюда же что-то сгорит. При эксплуатации, то есть, там можно навигатор подключить что-то еще. Подогрев сиденья можно сделать. То есть, в принципе, проблем нет. Закрывается таким образом. Тут вот есть отверстие такое. Таким образом открывается. Также, сзади у нас есть на данном снегоходе вот такой вот багажничек. Соответственно, можно положить какую-то свою поклажу. Будь то это ящики для рыбалки, ледобур, что-то еще. Сзади расположен диодный стоп-сигнал. Довольно яркий и надежный. То есть, даже при снежной какой-то там пурге, которая будет сзади вас идти, будет все это хорошо видно. И здесь есть вот такой вот крючок фаркопа. Соответственно, вы сюда можете подцепить легко станки какие-то, которые отдельно докупаются. И, соответственно, переводить какую-то поклажу либо пассажиров сзади. Сюда, наверное, я думаю, смысла нет добавлять никакого пыльничка. Конструкция вроде как рассчитана. И снег, соответственно, за вами должен завихряться и меньше лететь. То есть, если в целом посмотрите на данный снегоход, вы видите, что конструкция доработана, переработана вся. Она довольно так и надежная, усиленная. То есть, все сделано из нормальной либо профильной трубы, либо круглой трубы. Вся конструкция продумана. Двигатель стоит в передней части. Ну, в средней части, может, такая среднемоторная компоновка, наверное, можно назвать ее. Привод у нас, получается, осуществляется цепью. 530-я цепь, как сказал. Там еще стоит какой-то новый башмак доработанный. У нас, к сожалению, инструментов, чтобы скрыть, показать вам нет. Поверьте нам на слово. Если что, потом, может быть, фотосборки где-то мы возьмем, приложим, покажем. Вот. Давайте, наверное, присядем на данный снегоход. Посмотрите, как смотрится среднестатистический водитель, пассажир данного снегохода. На улице идет дождик. Мы вот положили такую небольшую, скажем так, мешочек. То есть, вот таким образом располагаешься ты на снегоходе. Руль можно, в принципе, довольно удобно стоит. То есть, когда вы сядете в какой-то одежде, а все равно не будете в такой одежде ездить на данном снегоходе, в принципе, будет довольно удобно и комфортно. Очень классные подставки под ноги. Они вот сделаны с таким рифлением, что позволяет легко очищаться вам, ну, вашей обуви от снега, льда и всего остального. Соответственно, здесь не будет всякого налипшего шмурдика в виде снега, льда и всего остального. И, соответственно, вы не будете скользить, когда будете какие-то препятствия проезжать. То есть, снегоход будет себя чувствовать довольно удобно. Посмотрите на многорычажную переднюю подвеску, как она работает. То есть, в целом, каких-то проблем с работой данной подвески нет. Очень удобно. И давайте теперь попробуем запустить данный аппарат. И посмотреть, как он работает в заведенном виде. Давайте, раз хотим мы его с вами запустить, давайте сразу покажем работу приборной панели. Вот таким образом она у нас выглядит. То есть, здесь, получается, у нас есть скорость, заряд, а, температура, подцеплено то, что аккумулятор получается, пробег, холостые обороны, обороты, тахометр, скажем так, время, ну и спидометр. Соответственно, поворачиваем ключ, запускаем селектор стартера. На улице тепло, снегоход заводится легко и непринужденно. Так, вот, соответственно, у нас горит нейтраль. Вот так, получается, показывает, что появилась, включилась фара. У нас есть настройки. Сможем посмотреть суточный пробег. Ну и обороты, соответственно, 1200 примерно оборотов он работает. Так, ну, давайте, наверное, попробуем включить заднюю передачу. То есть, если мы включаем переднюю передачу, она загорается на панели приборов в фронт, вперед, включаем заднюю передачу, получается R назад. Ну, нейтраль стоит. То есть, вот таким образом у нас работает, получается, фара ближний, габарит ближний и дальний свет фары. То есть, габариты получаются постоянно включены, как дневной свет. Тогда покажем задний стоп-сигнал. То есть, у нас сзади стоит габаритный огонь, и стоп-сигнал загорается довольно ярко и классно. Заглушим. Что еще можно сказать? Здесь установлено быстросъемное соединение руля и стекла. Для чего это нужно? Если вы положили снегоход на бок на какой-то горке, вы не сможете его поставить на колеса. То есть, вы для этого откручиваете, соответственно, руль со стеклом, сторонку убираете, и через себя снегоход ставите на лыжи, на гусянку. И слегка уезжаете, потому что, короче, в обратную сторону поставить бывает очень сложно и тяжело. Можно сказать, какие преимущества есть у снегохода над обычным мотобуксировщиком, либо мотособакой, либо чем-то еще. Первое. Снегоход – это все-таки законченный продукт массового производства. Мотособака, мотобуксировщик и все, которые есть, соответственно, ответвление от него – это Краилова, которая из-за финансовой недостаточности, скажем так, у людей не хватает денег, они, соответственно, покупают себе менее мощную, более компактную, чтобы, соответственно, могли перевозить, либо перемещать данную технику в каких-то других условиях, да, там, то есть, багажник засунуть. То есть, если вы поехали только на прицепе, в багажник вы такой снегоход, соответственно, не погрузите. Вот. Мотособака, соответственно, легко помещается в багажник. У нее более, меньше вес, скажем так, да, за счет этого, соответственно, имеют свои потребительские какие-то преимущества. То есть, вы можете закинуть ее в багажник автомобиля, куда-то уехать на рыбалку, там покататься, там закинуть обратно, вернуться домой, да, скажем с ним. Это же тема либо более, ну, то есть, вы где-то живете, у вас есть дом, гараж, где он хранится, вы выезжаете куда-то на природу, на нем покатались, соответственно, вернули обратно. Но также у него есть свои плюсы. Первое, это он двухместный, у него понятная скорость, проходимость, понятные условия его эксплуатации, у него более мягкая подвеска. То есть, он, если мы посмотрим, как он себя ведет, что спереди, что сзади, в принципе, довольно мягко проходит. То есть, обычно у буксировщиков никакой подвески нет, как таковой. Ну, естественно, если там к нему стоит лыжный модуль, там появляется что-то там подобие подвески. Еще что можно сказать про снегоход, отличие от снегохода, от буксировщика. Цена. Цена его будет в два раза дороже минимум, а может даже в три и в четыре раза, смотря какой буксировщик размера формата рассматриваете. Также, какой у него будет размер, вес, да, то есть, там размер, вес, соответственно, сразу будут тоже другие параметры. Также здесь стоит уже двигатель вариаторный, то есть, 180 кубик сантиметров. А на мотособаках, буксировщиках, мотобуксировщиках малого формата стоят двигатели, там, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 20 лошадей. Ну, в зависимости тоже, опять же, от размера, который вы выбираете. Внешний вид, соответственно, совершенно другой. Тут уже все-таки вы сидите, получается, на седле, да, как он никаком, то есть, как либо как на мотоцикле, либо как на квадроцикле. Там вы сидите чаще всего на двигателе, тут двигатель смещен в переднюю часть. Ну, либо, соответственно, вы сзади едете, и там вас тянет буксировщик ваш. Вот. Ну, наверное, вот это основные такие особенности снегохода, отличия, да, и там особенности от мотособаки, мотобуксировщика. Забыли. Давайте, наверное, к самому главному перейдем. Цена за данное удовольствие обладает таким снегоходом, Dingo T200, на сегодняшний день составляет в районе 250 тысяч рублей. Много это или мало, решать вам. Рынок диктует новые условия, новые правила, новые цены. Вам стоит с ними либо согласиться, либо смириться, ну, либо, соответственно, довольство с чем-то другим. Из конкурентов, которые в сегодняшний день есть на рынке и представлены в России, в нашей стране, это, наверное, будут снегоходы марки Азимут, вот, примерно ценовой диапазон такой же. Может быть, мы вам прикрепим здесь фотографии, как он выглядит. И, наверное, еще будут снегоходы марки Тикси, ну, тоже примерно такого же вида они, вот. Ну, тоже, наверное, фотографии вам прикрепим, и, соответственно, вы его с ним сможете ознакомиться, как он выглядит. Вот, полноценные какие-то ходовых тестов прокатиться на нем у нас с вами не получится, потому что, как вы сами видите, у нас тут голый асфальт, голая земля, вот, снега пока нет. Но, в принципе, мы торгуем такими снегоходами уже не первый год, а они у нас есть, бывают постоянно в наличии, и с ними особых проблем и трудностей каких-то не было. Поэтому, как сказать, можно рекомендовать данный снегоход к покупке. Вот, на этом, наверное, мы с вами будем заканчивать данный ролик. Всем пока, до новых встреч. Ну, и, как всегда, по традиции, в конце нашего видеообзора на технику, либо на какие-то интересные вещи, мы говорим вам, как всегда, послесловие. Что можно сказать про данный снегоход? Да, снегоход собран из китайских комплектующих. Да, мы не можем произвести там какие-то элементарные вещи в виде двигателя, панели приборов, бензобака, пультов управления. Но у нас есть конструкторы, которые могут, используя комплектующие известных китайских брендов, на которые есть запчасти, на которые есть понятная цена, вписать их в современные реалии нашей жизни. То есть, они могут сделать скомпоновочку правильную, правильную развесовку данного аппарата, сделать из того, что есть, соответственно, работающую многорычажную подвеску, сварить правильную раму, которая будет служить долго и счастливо, которая, в принципе, даже при желании можно разобрать, отделиться все это, куда-то перевести данный снегоход, сделать какой-никакой дизайн данного снегохода. Задняя, если мы обратимся к задней части данного аппарата, то мы видим здесь склизовую подвеску на алюминии, амортизаторы, которые здесь тоже списаны стоят, гусеница делается в России, композит, то есть ребята заказывают, и, соответственно, делают ее для данного снегохода. Поэтому, ребята, нам есть с чем гордиться, мы можем делать вещи, при желании наладить производство двигателей и всего остального мы можем и в России, пока, правда, этого желания не возникает почему-то у кого-то. Но, в целом, за данные деньги мы получили вполне работоспособный и правильный продукт. Всем пока!